Предлагаю попробовать грибные наггетсы из вешенок. Получаются сочные грибочки в хрустящей панировке, обжаренные в масле. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить грибные наггетсы. Для кляра я использовала муку для темпуры. Ее можно сделать самостоятельно, смешав пшеничную муку, рисовую, немного кукурузного крахмала, соли и разрыхлитель теста. Либо заменить на пшеничную муку и панировочные сухари. Вместо вешенок можно использовать шампиньоны, но вкус получится уже другой. Специи для грибов можно взять любые по вкусу. Рецепт особенно понравится тем, кто не ест мясо, но любит иногда побаловать себя фастудом. Попробуйте эту закуску со своим любимым соусом и картофелем фри. Вам обязательно понравится. Вешенки, 300 грамм. Соевый соус, 1 столовая ложка. Итальянские травы, 1 дробь 2 чайных ложки. Черный молотый перец, по вкусу. Темпура мука, 350 грамм, 250 грамм для кляра, 100 грамм для панировки. Вода, 300 миллилитров, ледяной. Темпура, 100 грамм сухари. Количество порций, 2. Подготовьте все ингредиенты. Вешенки разделите на пучки желаемого размера. Длинные ножки отрежьте, оставив только шляпки. Добавьте итальянские травы, молотый черный перец и соевый соус. Аккуратно перемешайте, чуть прижимая в процессе. Оставьте на 15 минут в холодильнике. Добавьте итальянские травы, молотый черный перец и соевый соус. Аккуратно перемешайте, чуть прижимая в процессе. Оставьте на 15 минут в холодильнике. Далее сделайте двойную панировку. Каждый гриб обмакните в кляр. Затем в муку и снова в кляр. И обваляйте его в темпуре. Обжарьте грибы в горячем масле 5-6 минут до золотистой корочки. Затем выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу. Готовые кусочки должны быть золотистого цвета. Грибные наггетсы готовы, приятного аппетита.